Добрый вечер. Итак, это послесловие к новостям. Уже с 1 февраля стартует запись детей в первые классы. Механизмы и нюансы мы сегодня обсуждаем с начальником управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Екатерина Александровна, добрый вечер. Давайте начнем, наверное, с новшеств, потому что, когда почитаешь, посмотришь материалы, складывается ощущение, что все идет по накатанной, как-то вроде бы спокойно, но потом настает 1 февраля, опять родители что-то там покипят, покипят. Что принципиально нового будет в этот раз? В этом году схема подачи заявлений на прием в первые классы остается точно такой же, но есть один нюанс, и мне кажется, он несколько облегчит жизнь нашим родителям, в том, что если заявление подано с портала государственных услуг, то в этом случае подтвердить его документами можно не только, подав эти документы в приемную комиссию, но и в многофункциональные центры городские, которых у нас 10 адресов, информация о них на сайте, официальном сайте города размещена, поэтому сегодня, в общем, можно не бежать в школу с пакетом оригиналов документов, можно прийти в МФЦ и там, собственно, все оформить. А в чем смысл? Можно же дойти до школы, или тут нужно принести документы в МФЦ, чтобы они передали в школу? Они сканируют документы, здесь же в режиме онлайн документы попадают в систему АИС образования, а оригиналы доставляются в школу, поэтому здесь нет разницы, куда идти, можно в школу, можно в МФЦ, просто МФЦ, мне кажется, работает по более комфортному графику для жителей. Про механизмы сейчас поговорим, что принципиально нового в самой системе? Я имею в виду количество первоклассников, их больше, меньше, новые школы, какие-то школы, закрывшиеся на ремонт, перераспределение детей? Ну, действительно, сначала по цифрам. Мы ожидаем примерно 18 600 первоклассников в этом году, но приготовили для них почти 20 тысяч мест, с учетом возможной миграции. Поэтому, в общем, опасений, что мест не хватит, у нас нет. Тем не менее, конечно, какие-то школы закрываются, какие-то открываются, реконструкция, ремонт и капитальное введение новых зданий продолжается. Мы очень в этом году ждем открытия 39-й гимназии. Она вернется после реконструкции в свое уже новое, отремонтированное, красивое здание. А в школе номер 18, где 39-я размещалась, до этого откроется еще одна общеобразовательная школа. Таким образом, в микрорайоне Юг-Центр будет две современных общеобразовательных организации, которые примут, конечно, я думаю, всех желающих в этом микрорайоне. Также мы к концу, правда, года, может быть, не к 1 сентября, ждем открытия второй очереди школы в микрорайоне Академической, школа номер 23. И, конечно, она тоже позволит существенно разгрузить существующие школы в микрорайоне, и, ну, большее количество детей будет учиться в одну смену. Кроме того, мы очень и очень рассчитываем на то, что будет достроен Центр образовательный в поселке Мичуринский, который тоже позволит создать новые условия для обучения современные условия, для обучения детей в микрорайоне Широкая речка. Ну и, кроме того, будет сдана школа в поселке Рудный в этом году, и продолжается капитальный ремонт, и очень надеемся, что к концу 17-го года мы получим еще здание начальной школы на Циолковского. Это будет здание начальной школы гимназии 39, еще одно на 150 мест, и еще одно здание для начальной школы школы 129 в железнодорожном районе на улице Технической. Ну, так что, мест у нас будет введено в этом году достаточно много, работа продолжается. В общем, выведены у нас сегодня из сети две школы, это первая и 80-я. Они встают на ремонт? Да, они уже встали на ремонт, они уже закрыты, и тоже очень ждем, что работы по реконструкции этих школ начнутся в этом году. А те, которые перечислили учебные заведения, в часть из них, где закончился раньше ремонт, уже с 1 февраля тоже будет? Да, с 1 февраля будет организован набор. Давайте тогда про механизм. Три формы. Это прийти в учебное заведение, прийти в МФЦ и через портал государственных услуг. Но до школы у нас как это, многие не хотят там ждать, когда она откроется в 8, чтобы идти. В МФЦ это тоже только утром. И вот настает та самая точка, 0 часов 1 февраля. Означает ли это, что система будет готова, и она выдержит всех желающих, которые Enter нажмут и отправят заявление через портал госуслуг? Ну, мы делаем для этого все возможное вместе с нашими партнерами, с Ростелекомом. Сегодня была как раз пресс-конференция, где достаточно подробно руководитель Екатеринбургского филиала Ростелекома рассказывал о том, какие мероприятия выполнены для того, чтобы как можно больше обеспечить пропускную способность наших сетей. В общем, конечно, пиковая нагрузка в первые 15-20 минут будет. Наверное, где-то может быть что-то замедлится немножко. Но я на самом деле думаю, что все пройдет нормально, и все нагрузочные тестирования мы проводим. По крайней мере, в прошлом году какого-то длительного сбоя в работе портала не было. Просто задания выстраиваются в очереди, заявления выстраиваются в очереди, обрабатываются по мере работы портала. Конечно, у него не бесконечная емкость, мы понимаем, но тем не менее, это такие вот локальные моменты, которые бывают в первые несколько минут. Ну, я так понимаю, что есть у вас подробная инструкция, как заранее подготовиться для того, чтобы... Давайте еще раз объясним, что такое закрепленная территория. Ну, собственно, это то, что нам предписано законом, когда за каждым домом, за каждым, собственно, местом, где у нас проживают дети, закрепляется образовательная организация конкретная. Поэтому, конечно, все первоклассники у нас к какой-то общеобразовательной организации прикреплены в обязательном порядке. И постановление о закреплении территорий, изменения, вернее, в это постановление выходят ежегодно, даже порой несколько раз в год, потому что у нас появляется информация о новых адресах, где прописываются будущие первоклассники. Поэтому мы эту работу ведем постоянно. Так называемая проблема прописки за деньги для того, чтобы устроить, она насколько сейчас остра для вас? Ну, она достаточно актуальна. Я просто могу сказать, что мы не ведем учет таких прописок. Это не наша функция, не наша полномочия. Но, тем не менее, можно сказать, что все-таки проблема есть. Особенно по наиболее востребованным школам, конечно, увы, такой механизм работает. Он разрешен законодательством, поэтому формально мы не можем не принимать в качестве документа свидетельство о регистрации по месту пребывания, временному регистрации. Поэтому, к сожалению, приходится, ну, в общем, принимать такие документы, приходится принимать такие пакеты. И очень хочется надеяться только на благоразумие родителей, которые, ну, все-таки попробуют ребенка записать в школу поближе к дому и не будут его слишком далеко возить. Потому что я абсолютно уверена, что даже в самой школе, ну, близко расположенной, рядом с домом, ребенку будет комфортнее. И там, наверное, и есть та самая учительница, которая его ждет. Да, вот эта ориентация на учителя, она, ну, по крайней мере, в моей среде превалирует. Не школа, а именно педагог идти туда. Вот этот срок с 1 июля по 5 сентября, прием детей с незакрепленных территорий, по практике таких много остается? Ну, таких остается достаточно много. То есть, наверное, процентов 15 контингента мы формируем в это время. А в некоторых школах еще больше. Это зависит, на самом деле, опять же, от, ну, географии школы, где она расположена, от ее контингента, от объема закрепленных домов, от того, сколько, опять же, регистрируется для того, чтобы в эту школу попасть людей. Поэтому тут много факторов, но, конечно, это достаточно означивается. Катерина Александровна, коротко льготы, или, может быть, те новые категории, которые с этого года добавляются для тех, кто первоочередное право имеет для записи? Категории новых нет. То есть, все те, которые федеральное законодательство категории утверждает, они и сохранились. Могу их коротко перечислить. Это дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников полиции, дети сотрудников таможенных органов, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств, дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы, дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы. А, ну, не так много, в принципе. Если вдруг у родителей возникают вопросы, сайт администрации города, может быть, телефон горячей линии? Да, сегодня открылась, вся информация на нашем сайте есть. Памятка там же размещена, как действовать, как зарегистрироваться на портале госуслуг, как подать документы другим способом. И, собственно, там же находится перечень закрепленных территорий. Спасибо большое. Я желаю вам успешно пережить и день 1 февраля, и весь этот период. Но там до 1 сентября, думаю, не раз еще увидимся с вами и обсудим. Я напомню, что сегодня мы обсуждали запись первоклассников школы с начальником управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Спасибо и до новых встреч.